У кого-то утро начинается с кофе, у меня утро начинается с шавухи. Ошибки всегда простительны, если хватает мужества их признать. Я Евгений Кузин, и я вернулся только вперёд. Эти все любят обезьянь и напитки, кока-колу, попси-колу. Вот самый лучший напиток, это наш русский липецкий квас в Беларуси. И вот витамины сейчас от всех болезней. Витамин С 375 рублей стоит, 20 шипучек. При занятиях спортом мы зимой просто незаменимы. Всё, отлично. Вот кто меня спрашивал, какой креатин я принимаю. Главное, чтобы он был моногидрат и не меньше 5 грамм в день. Галинар, спасибо тебе большое за соточку от души. У людей сколько. Как думаете, чьи эти моногидраты. Ваше здоровье. После тренировки не менее полезны эти морские гады, которые вы все так очень любите. Ну, конечно же, вместе с вами и я. Что тут у нас? Креветочка, медичка. Ммм, красота! Так, получил я посылочку. Кстати, кто хочет оставить посылочки, ссылочка в описании. Посылочка с Великого Новгорода. От Николая. От Николаева, точнее. Е-В. Извини, пожалуйста. Может быть, мой тезка Евгений, может быть, Евлампий. Но тем интереснее. Всё, сейчас мы ее вскроем. Домашние. Привезли сейчас домашних. Тикс. Затупился мой тесак. Надо дать ему дрозда. Всё-таки он больше как витаколом служил весь сезон Мещерских хроник. Ладно, смотрим. Коробочка. Николаев. Николаев. Наверное, какая-то своя божественная продукция. Открываем. Готовы. На счет три. Ванц. Дванц. Тринц. Ядрит. Вот это ядрит. Ребята. Это натуральная. Натуральная кожа. Это натуральный кузин. Блин. Вообще. Подождите, я прервусь. У меня нет слов. Я перевел дыхание. Блин, Евгений. Ты меня вообще просто... Клёпочка. Клёпочка. Якусты в этой... Не с каждым открыванием ты мне ранишь. Это код. Ну-ка, что здесь? Я-то в Валде вам покажу. А его не надо. А может быть и наоборот. Может быть, кто хочет такой именной. Кстати. Вот. Сканируйте. Сканируйте. Обращайтесь. Блин, ну сделано просто... Я не знаю. Я не знаю. Трясущимися руками. Здрасте. Мелочешки не будет. У меня как раз-таки нет кошелёчка. Не было кошелёчка. Я всё таскал в портмоне в здоровом в этом. Тут и под эту. Тут и подвизитницы. И подхеритницы. Блин. Женёк. Ядрить твою вдышь, лая. Ну ты мне просто... Это лучший подарок к Новому году. Извините. Волнуюсь. К Новому году, который я когда-либо получал. И это ручная работа. Это не какая-то самоиграющаяся самоклейка. Ой, блин. Короче, я пошёл приходить в себя. Это просто... Это... Это... У меня нет слов. Смотрите. У меня нет слов. Женечка, Женюленька. Жень, Женечка, Женюша. Спасибо тебе большое. Я реально... Если сказать, что я потрясён, это не сказать совершенно ничего. Это лучший вообще подарок, который я когда-либо получал за всю жизнь. Я не знаю, Миша. Я сейчас буду вызывать скорую, капельницу. МЧС! Вызовите МЧС кто-нибудь. Пожалуйста. Всё. Твоё здоровье. Хурма мне в рот будет. Я провалился, чтоб на этом месте. Но это... Ты лучший. Евгений Николаев. Это класс. Так что, друзья, обращайтесь. Всё. Ну, нафиг вырубаю. Надо прийти в себя. Блин, вот сейчас реально рассмотрел. Блин, ведь натуральная кожа. И шов какой ровный. Прошито всё. Ручной. Ручной шов. Ну и лазерные гравировки. Уже каталог зашли. Каталог зашли, уже посмотрели. Он уже под документы говорит, вот я тоже себе такую скажу. Кстати, вполне приемлемые цены. по сравнению с шерпотрепом, которые на рынке. Блин, я вообще очень рад. Я рад очень. Да усрач, если можно так сказать. Супер. Короче, ехал, ехал в маршрутке. Один кряхтит, другой пердит. Блин, сил нету. Вышел, решил сказать такси. Блин, бизнес. Но зато быстро, с комфортом. Музычку вклюнуть в себя, да? Можно? Фух. Вот так вот. Пост перед рейсом просто всегда, когда из Китаваси. Ну что, начинается наш путь, как всегда, с запуска двигателя из севших аккумуляторов. Кто-то случайно приходил и одел клему и включил магнитолу и все разрядилось нахрен. Тросик не сделали, но сделали вот такую вот штуку с последнего моего отъезда на этой машине. предстоит вновь на ней немножко прокатиться до Тульской области в город Щукино. Вон она, включается и забирает на себя. А время, блин, полодиннадцатого. А нужно еще доехать до загрузки и успеть до Тулы выгрузиться до пяти. Туда ехать. Ну, сейчас все увидим. Все главное запустить тачку. Все по отработанной схеме. Подзаряжаем немножко. Так вот, пришел дед, ругается. Говорит, машину сломали, все. Не уследил. Въебать этому блогеру нахуй хорошенько, блядь. Чтобы он, блядь, забыл, что такой телефон, блядь. А кто, кто ездит, кто ездит на машине-то на этой? Почему так, почему так случилось? Скажите, пожалуйста. У меня два месяца. Два месяца. Тут не было машину раскурочили. Бухать меньше на днахуй. Машина будет ездить, блядь. Так зачем вы пьете? Пакью, блядь. Ядрит ты его вдышла, а? Вот по случаю хочу передать привет дальнобой на военной пенсии. Он тоже хочет вот взять Валдай. Вот владелец Валдая. Здрасте. Всем привет. Я не знаю, как тебя зовут. Сергей, владелец Валдая. Ну, вот сколько ты им уже владеешь? В каком году вообще машина? Машина 12-го. 4 года назад я ее брал. Ну, так, что можешь сказать? Хорошие, плохие стороны, плюсы, минусы. В сравнении, вот если с Газелью рассматривать, брать Газелью или брать Валдай? Да я думаю, по нашей жизни сейчас можно 6-метровую уже брать и те же деньги будут на нем. Ну, так, прихотлив? Нет? В принципе, нет, но вот так-то я смотрю как новый. В данный момент, да, в общем, ехал с Москвы, дым из-под панели, падают приборы, ничего не работает, короче, останавливаюсь, скрываюсь, смотрю здесь, еду дальше, понимаю, что нет зарядки, короче, вставляю потом приборку обратно, последний предохранитель, успеваю завести, появляются зарядки, у меня его выбивает, в итоге задний ход, в общем, пол стопоря, вон она, нашу завели, пока прогреваем, вот я просушить достал, короче, вот так вот вода была, вот она, вот через эту дырку зафигаривал, вот эту, вычистил, замкнула задний ход, короче, я задом там долго сдавал на выгрузку, задний ход расплавил фишку, которая на коробке, она слиплась вот так вот, и пошло, короче, вверх, и в общую косу зашло, еще в общей косе проплавило, а чтобы понимать, с задним ходом запитана приборная панель, датчик скорости, реле стартер, у этого стеклоподъемников, короче, до хрена, что вышло из строя, на одной хрени, много что висит, вот с задним ходом, вот так у него подъемность, сколько получается, на подушках, да, у меня и зад, и перед на подушках, это он у тебя такой, апгрейтенный, можно сказать, совершенно, тут больше всего для работы, как бы, держит он, а он с 5-ю домами не сядет, вот и, вон она, подушка, а, вот, что тут еще из таких, ну, две автономики, мокрая, сухая, но так в плане комфорта езды, комфорта, короче, никакой, его трясет всего, блин, короче, нет такого, что прям спокойно, покайфно, хорошим, постоянно едешь на нервике, можно сказать, да, не просто на нервике, просто так, болтает со стороны в сторону, вот болтайщик, капот два года назад новый ставил, вот что происходит, прям совсем нулевый, да, да, вот он облез весь, вот фара новая, расход у него поменьше, чем у газончика, да, где-то, ну, минимальное можно, наверное, 17 лет добить, я думаю, а так, 18-19, ну, будка большая, он ветра боится, ну, будка, да, как парусник, да, полыхает, на подушках, мягкий сам по себе, даже в потоке, когда с фур встречаешься, ветром прям шатает, ну, вот какова цена вопроса? 2 миллион, то есть там он рассматривает, там, я смотрю, по 900, такие вот эти, ну, я брал, можно взять такое, что-то примерно, что в работе, или больше будешь с ним, я брал в Нижнем Новгороде, с конторы, там, они короткие берут, режут их, удлиняют, вот, на момент, когда я убрал, он был 850, что ли, плюс, вот, короче, добавил, тахограф, он мне в миллион встал, а сейчас продают, вот, у них же я смотрел, 2 миллиона такое, два с лишним, тоже кабинцы, он горел, 4 года назад, короче, здесь вообще просто, вот как это, сиял, весь покрашенный, был закрашенный, это вот за 4 года. так дальники-то не ездишь, когда Москва, или на дальняк, наверное, удобно. Я ездил пару раз, но и то, не совсем на дальняк, в Оренбурге я был, ну, нафиг надо, короче, а по месту тут больше, вязать Москва и так. В общем, по трассе не очень, да, комфортабельный автомобиль, сравнить можно, наверное, с этим Зилом-Бычком, да? не, получше. Получше, получше. Ну, ладно, что, спасибо, спасибо тебе, Сергей, за такой. А так, вон, пусть покажу, там дыры, блин, надо кабину варить. Ну, покажи уж, раз уж назвали, груздем. Вот, покупал, все было вообще, белое, идеальное. Дырка начала образовываться, это, короче, на этом крепится, этот, брызговик. Я все может забываю, какой год? 11-й. 11-й. 12-й. 12-й, да. 12-й. Вот. Короче, подружка отвалилась, пришлось ставить пластину, болт металлический, и туда сразу вставлять, чтобы хотя бы можно было выступать. Дыроток здесь, да, так, само днище. не, вот это открутить, там тоже будет гниль, то есть тут надо, вот эти все арки вываривать. А коробка у тебя еще, кожух-то снят. Так вот, датчик. А, это за датчик, все-таки, говори, говыряешься. Вот этот датчик, я новую фишку поставил. А, понял. Вон и датчик загорел, вот здесь два провода оплавился. А то, я думаю, может так ездить еще, что этот, кочерка вылетает, там раз, ее погнали. Не, не, вы что? А салон, в принципе, такой же, да, он как... Газель обычная. И по ширине, да, все то же самое. Ну, чуть-чуть. Так вот, панель. Бардак вот этот, ремонт проходит. Ну, понятное дело, это все нормально. Это все, ну, это подушки. Ну, вот, ну, я не знаю, я не знаю, мне как-то, а тэга больше в душе сравнил на тэге. Ну, ладно, поеду я в свой рейс, давай, удачный у тебя ремонт, так как говорится. Может, привет кому? Привет. Пользуйся Рязани. Вот. У нас все нормально, Всем, кто за рулем, скоро Новый год, всех с наступающим. Так что, это, снегопады были, все, наверное, хапнули. А сейчас вон лед. А сейчас лед, да, сейчас уже прибило, но, в общем, ни гвоздя, ни жезла, ни поломок. Вот так вот. Ну, давай, все, поехали. Охренеть мы с вами, друзья, как всегда. 11, 11.02. Еду только в Рязани, в Рязани на погрузку. Это капец. Фууууу, это конец. Продрогли, промерзли, но печку, кстати, починили, обещали мне Ташкент. Ждем Ташкента. Ладно, в общем, сейчас будем загружаться и там уже по времени ориентироваться, звонить, до скольки принимают. Успеваем, не успеваем. Давайте, ядритовцы Погнали Наших городских в сторону деревни Ну давай, ну чё вы тут как первый раз Ладно, я первый раз здесь Чё тут, ёлки нету ещё, что ли? Пошёл, махер, я быстрей Блин, на пропанчике такая Это шустренькая, шустренькая Вот всё, хочу сходить Сейчас новогодние каникулы В драматический театр Это вот улица Циолковского У нас, кстати, в Рязани, вы зря говорите Очень много выдающихся людей Считаем, Евгений Кузин Раз, Циолковский Два, Сергей Саныч Есенин Три, Александр Александров Который написал гимн Кто не в курсе Николай Савилов, котлета Я думаю, пока достаточно А вы Рязань, Рязань, колхоз, колхозники Да пошёл ты в жопу, колхозник Сам ты колхозник Мать твою Что и требовалось доказать В общем, загрузились Приехал в офис Посмотрел по навигатору Оказывается, что они не до пяти Там вообще до четырёх Я говорю, так у меня навигатор Показывает без учёта пробок И там и железнодорожных переездов Что я прибываю туда Пол пятого Выгружаюсь Вот такой вот рейс, дорогие друзья Но зато сравнили Что Валдай Брать сейчас невыгодно Что лучше всего шестиметровую газель Но это для тех, кто хочет это брать А мне что-то, что-то Ну их нахер Если уж брать, то хотя бы вот Аганазика Вот на бэхе Смотрите, подпёр сзади И не миллиметрика не сделал Ждал, чтобы я крутился По дороге гололедицы страшные Гололедицы страшные Машины друг на друга Не разъехаться Вот стоят, упускают Лишь один на бэхе сзади Прямо под задницу подпирает Подпирает И кому-то пофиг на раз А жопу прям вот так вот Волтузит, блин Узкие проёмы Ну неужели вот люди такие есть Ладно я, я не водитель, да Там пишите, наездник, херей Я блогер И не надо судить деньги У меня Мой выход на работу Это не тот выход Я по-другому, другим зарабатываю Как бы Я этим не кичусь Я просто говорю, чтобы было поддержка Понятно Но и то Я не водитель Понимаю, что нужно Если видеть, что машина такая Подождать Постоять Когда разберётся ситуацию Ну не под жопу держать Я сейчас могу Просто в элементарную Горочку не въехать Ну ты видишь Вот тоже этот ряд Полоса одна Это для разгона Бестолковьки Куда тут блогерам деваться Да, переключаю одной рукой Могу хером даже переключить Но это моя жизнь Я так живу За собой смотрите Детей своих учите Меня учить не надо У меня всё хорошо Тоже Рейс Говорю Ну нормально Чё, тридцаточку сегодня сделал О, рассказывай там Крузчикам вонючим Тридцаточку Ты наездник сделал Ну да, ты водитель У тебя руки в говне Там в жопе Ты там за две тысячи ездишь Ну, десять здесь сделал Плюс у меня реклама Плюс хуй Короче Да что я писар Перед свиньями мячу В конце концов День такой хороший И старушки крошат Сизвий Мякиш белых голубей Кстати, в принципе Вот сейчас еду Не такая уж газель Вообще я обосорная Когда давно не ездишь Тебе в жопу ручка не втыкается Но ещё То в принципе Приемлемая машина А если дизелёк Да с закабинным спальником Так вообще жить, наверное, можно Каждый судит Как говорится Где теплее Где милее Где румянее и светлее Поэтому, ну Ну что сравнивать Я говорю по факту Вот здесь и сейчас Я живу здесь и сейчас Они завтра, послезавтра Завтра может и не быть И Всё относительно Тепло Да Еду Ташкент Не раздевался Потому что Ну тут близко Сейчас опять на базу И Тут дым-сюдым То есть Смысл нет А так Жарищи На дальняк Можно Карта тахографа Не знаю Чё там С манами Мазами Сейчас Санёк там будет делать Для работы Карта тахографа У меня нету А там, блин Страф Я узнал Пятнашка А на работодателя Блин В следующем видео Закопчу скумбрию В гараже Поквасить Завтра надо У Вовки Давно не виделись Там день рождения У брата Будет У женка У Евного У Евного Дел полно Полно Там Хоккей смотреть Короче На разрыв Ну и ещё На газельке Думаю съезжу Может какую-нибудь Близко Чтобы к Новому году Обернуться Какую-нибудь Самару Там что-нибудь такое Посмотрим Всяко будет интересно По крайней мере Мы живём И слава богу Пока еду Там вам расскажу Какие новости Там контент будет Там сейчас У Погорельца Это бабка Которая к нему Подселилась Хотела у него Кормила его Просрочкой И чтобы он помер Хотела дом у него Отжать Его там В какой-то сарай Переселяли Будет время Схожу к нему Засниму Если вам тоже интересно Поэтому пишите Адекватным комментариям Очень сильно Очень сильно Я благодарен И каждому вашему Доброму слову Минутка благодарности Друзья Хочу Поблагодарить Сергея Через Донатиналерс Из Новомичуринска Только Вперёд С пометкой За 200 рублей Вот я не пойму Почему-то В Донатиналерс Типа Комиссию Снимают 10% Минус 20 А на карту Уже приходит 150 Но это не имеет Смысла Просто Может кто знает Из блогеров Большое спасибо Сергей Новомичуринск Привет Большой 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 Привет И так же Горячо Любимую Ириночку Ивановну Афонину За 200 рублей И Выразить Свои Глубочайшие Соболезвления У неё Умер муж Было всего 42 года Ирина Очень хороший Человек И почему-то Жизнь Устроена Так Что Забирают Лучших Как обычно Уроды Всегда Счастливые Смотришь Там девушка Красивая Одинокая Всё время То так То один Дурак То третий Яку То четвёртый Говно В сентябре Был Ириночка Терпение Тебе Наши Всеобщие Я думаю Меня поддержат Тоже Ребята Наши Адекватные Держись Крепись На всё Воле Божье И слава Богу За всё Также Линару Ещё раз За 100 рублей Большое тебе Человеческое Спасибо Ну и Нашему Глубоко Уважаемому Другу Сергею Савину За его Визитную Карточку В 501 рубль С его Уже Визитной Пометкой Дегустейшн Под контрейшн Удачи Жека Удачи И тебе Сергей И всем Вам Друзья В общем Всё нормально Ситуэйшн Под контрейшн Всё Отключаем Клемы Пойдём Солярой Пахнет Думаю Что я на соляру Газель Перешла А нет Газелька Ездит Газелька Приехала А вот Наш любимый Горячо Уважаемый Весь в ремонтах Весь в делах Ну чё Всё наладил Всё Огонь Да Всё Прибор Пробуду Руль Какой Соболёвский Да Крутится Вообще О Одним Пальцем Ничего себе Это Хреном Хреном Крутить Можно Да Если Подвинусь Поближе Или Побольше Или Или Побольше Да Никто Ещё Не пробовал Напишите Друзья В комментариях Кто пробовал Не Коленки Вот так вот Легко Ногу ставишь Коленку Можно Ну да Да И так бывает Поддерживаешь Там Чтобы Баклаж Когда у меня Воды Когда не было Баклаж Кипил Коленки Поддерживаешь И с этой С 5 литровки Отбираешь Ну чё Работает Как часы Можно В рейс А я всё Съездил Видишь Как быстро Приехал Загрузился Я ещё Тогда Говорил А они Говорят Мы до 4 Я говорю Выгружайте Обратно А навигатор Показывает Что я туда Пребуду В Пол пятого Плюс Ещё Что в дороге Неизвестно Ну смысла Нет Туда назад Скататься Я конечно Могу Но это Глупость Короче Ладно Ставим Холостой Холостой У тебя Рейс Нормальный Нормальный Там Может На следующий день Самару Прокатнуться Подлокотнич Как у нас Были Ребят Сейчас Я Машину Закрою Сейчас Я вам Покажу Чё Что С той Машиной Делается Которая Первый Бизнес Повалдаю Сказать То Как бы Он В классе Газона Находится Ну Запчастей Может Побольше Ну Короче Болячки Вот эти Газельские Проводки Вот эти Печки То есть Они Все Как на Газель Ну Ка Под Капотики Мы Не Глядели Что У нас Тут Тут Вообще Надежный Мотор Самый Каменс 3.8 Вот Причем Евро Третий Ремни Какие Прям Это Компрессор Зилский Не Хватило Места И Они Тут Короче Окно Прорубили Там Сундук Еще Внутри И Если Что-то Обслуживать Ну Как Неудобно Из-за того Что Не Подлезет Все Близко Интересная Довольно Таки Машина Но Я Никогда Не Ездил Не Работал На Валдаях Но Вот Когда Я Работал Начинал Там На Пятой Базе Продукты Возить Валда И Были Все Гнилые Такие Прямо Заводят Там Са Кабина Мне Всегда Казалось Что Это Такая Машина Но Это Мотор Там Другой Ставим Наверное Человек Кто Как Следит Мне На Позапрошлой Неделе Короче У меня Тут Два ЧП Пролетело В Ульянин Камень Отбойник Они Отбойник Ремонтировали На Обратном Пути Короче Как Вот Такой Флажок Там Торчит То ли Она Наклонена Была Вот У меня Сюда Бьет Фару Вот Тут Долбит Потом Поднимается Здесь Разбивает Лобовое Стекло Вот Это Другая Стоит И Зеркало С Корнями Вырывает Вот Это Крепление Ломается Пополам Здесь Выскакивает И Вот Так Ехал Короче Без Зеркал До Дома Суяти Надо Был Палку На Палке Как В тюрьме Оно Разбитая Не Так Держать Его Заходят В итоге Без Зеркала Ехал Ничего Так Это Ну Короче Заработать На нем Можно Да Ну Те Ж Деньги Можно Что На Газоне Я Считаю Но Газон Может Он По Максимальной Массе Чуть Побольше Возьмет А так Если Вот Дет До Четырех До Пяти Тон То И По Цене Газон Ты Хрену Купишь Сказан Сколько Сейчас Миллион Четыре Да Если Я Вот Просто Заходил Что Четыре Раз Дороже Ну Может Покомфортнее Мнение Было Такое Что Хотел Попробовать Типа Как Пойдет Короче Че Купишь На Том Будешь Работать Так Что Тут Машин Поменять В этом Бизнесе Цел Проблема В общем Все Нормально Ну Пока У Дон Четыре Года Вот Двигатель Здесь Хороший Вообще К нему Претензий Нет Заводится Едет Вот То Я На Нем Две Какая Вот Самая Болячка Есть Такое Вот Прям Самое Вот Недавно Ее удалил Очень страшная Весь Находится Короче Вон там Спираль Накала Вот Она Грубо говоря Нагревается И горячий воздух Уже Сразу Туда Идет Она Разрушается Со временем И бывает Что зимой Всасывает Эти пластины В мотор Там Она Короче Во всех Клапанах То есть Уже Перебирают Да И все На свете Она Там Даже В турбину Вылетает Еще Остатки И турбину Фигарит То есть Как бомба Забеданного Действия До этого До тотала Да Вот в этом году Постоял Китайский ПЖД Вот недавно Вот он Сюда Награм Прикрепил Внизу Там Блок Не знаю Будет видно Во шланг К нему Синих Подходит Оно Видно Вон Блочок Не знаю Передаст Эта камера Нет Ну вот То есть Сюда И так Что Китайцы Ты дай Автоном Китайцы Могут Я теперь Дома Просимую Ему Или звоню Прогревает Мне весь мотор Я просто Прихожу Уже там Через 15-20 минут Просто запускаю Спокойно Вот в мороз Так что В общем На любители Да Кто Если Лежит Душа Бери Правильно Вот так Вот наверное Ну вот Да Не У всех машин Есть Свои Недостатки Не Ну бывает Знаешь Один там Взял Какой нибудь О Говно Вот раньше Как все было Газон Кто-то взял 150 тысяч Прошел Говно Все И пошел Слух Типа газоны Говно Вот Черный Черная молния Вот на какой я езжу Иногда Ну я пользуюсь Сколько 700 там уже Наверное Вообще Бед не знаю Если обслуживать Вовремя Следить Смотреть Проблемы С двигателем Она может Возникать Где-то Там Ямз Да Там Что тут Эти кольца У них Короче Тоже Там у них Да Это везде Трабольше Ходит Вот на этом Пробега Наверное 600 Ничего Не вскрывался Борчас Да Даже турбин родная Стоит Турбины Короче Все форсунки Вот даже Начало масло Гнать Оттуда Я не знаю Я даже не хочу Вскрывать его То есть Чуть Вот тут Ну это просто Как разин Посопливается А так Вообще Проблем Именно с двигателем Нет Коробка Тут у них Слабоват Ну она Тут Четырех Не Пятиступка Ступка Вот Которые Газоны Десять Тон У них Уже Корот Сильная Так Порядочная То есть на газончике Прям раз 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 Она Коротенькая Такая Четвертая Мне уже После газели Даже После этой Уже непривычно Сначала Первое Время Хочется пятую Воткнуть У тебя Коробка На этом На панели Ну джойстик Джойстик На газонах На десятых Десять тонн У них и коробка Она усилена Относительно Этой Они могут Подойти То есть Поменять их местами У него коробка дороже Мне коробку делали Что-то Шестеренка Четвертая передача У меня пять тысяч стоило У него там Пятнадцать То есть В обслуживании Нормально Да Газон Он Подороже будет У него И колес подороже Да И у него там Ну он и запас мощности Побольше У него Кардан Например Но поэтому Да Поэтому все-таки На газели Не увезешь И ставки уже Другие Правильно Совершенно Ну ладно Что разговаривай Поеду я тогда Тоже Да Рад был пообщаться В принципе В своем классе Нормально Можно работать На нем Зарабатывать А если еще Спальничек поставить И на дальняк Ну Нет Да можно Знаешь Просто она Нормально Пойдет На газон Меня деньги переплатят Это точно Ну все За руках Нужно Никак не уедем Я еще Я еще просто не обедал Вот у нас Товой Раз Раз Такой у нас Капот Не забыть Сейчас весь Извожусь Снимается рукой Как сказал дед Дед он в запое Поэтому он забыл Снять Блогера Дед блогер Тоже Заказал У меня шапку Такую Так все Сняли Масон Говорил Ничего не крути Но в принципе Блин А что не крути Почему бы ее не крутнуть На всякий случай Я и массу крутну Хуже не будет Магнитола точно Уже теперь не включится Все Тем же тыком Все огонь Пошел домой Всем спасибо за внимание Всем пока друзья Блин Чуть не ушел Забыл же вам показать Новенькие фары Задний свет Смотрите уже Главное фары новые У нас все так делается Мне нравится Нравится дедовский подход Кабина Нулевая 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 Не будем Чтобы снег туда не попадал Нулиц Может уж на нее опять сесть А как вы думаете Не А тега лучше А еще ман Не пробую Не Ну в газельках есть тоже свой прикол Но спать в них Вот это вот Ну ее нахер Пропадя она пропадом Ладно Все Сарынь на кичку Не пел Нашептывал На чайник И сыскной Мол Заложили Всех Зачем Ты воду Мутишь Скажи Кто вове Растрелял И ты сухой Иначе Ты себя На полную Раскрутишь А в синеве Олели Сенегири И на Решетках И не Серебрился Ну а сегодня Не увидеть Мне Зари Сегодня Я Последний Раз Побрелся И на Светанке Руки Разбросав Как птицы Тон А ты Читая Маленькая Мама Скажи Все Сынок Ну кто Стрелял Моя Упрямый Ах Мама Мама Ты Мой Адвокат Любовь Не бросить Борг Ай Сенег Апрельский Сегодня Выйдут На черный Снег Солдат И старшина С командой Дмц Субтитры Субтитры